Приветствую вас. Это можно говорить в первую очередь о механизме навязчивости, то есть механизме таких вот, я бы сказал, неконтролируемых мыслей, неконтролируемых идей, неконтролируемых поступков. Вот. И, соответственно, последующее, ну скажем так, да, измождение от этого, по факту, вот, измождённость, скажем так, от этого. Вот. То есть, ну, как бы, объективно это тяжело, давайте вот признаем честно, да, что объективно это очень тяжело испытывать у нас постоянно какие-то мысли, но вы вот постоянно этим думаете и так далее. Важно немножко другое, что важно, в случае, за этим здесь некоторые желания, в данном случае это желание контроля, вот, и, соответственно, страх потерять этот самый контроль. Вот. Вопрос здесь заключается в том, собственно, откуда опыт, откуда идея негатива при потере контрола, да? То есть, вот, ну, словно, что будет, если, допустим, там, я потеряю контроль, вот, что произойдёт, если я, ну, потеряю контроль, всё проведёт, если вот что-то, что-то случится. Согласно, страхи могут быть, как, не рациональными, вот, так, в принципе, вполне себе определёнными, вполне себе, такими, прям, я бы сказал, понятными, наверное, даже. Вам, ну, вам, имеется в виду, вполне определённо, с чего бы вы могли бояться. Ну, вот, ну, важно немножко другое, важно то, чтобы вы сами для себя как-то вот смогли увидеть то, что стоит за всем этим, вот. Механизм навязчивых мыслей вполне себе передаётся коррекцию. Если тяжёлая достаточная форма, то есть, если это очень сильно вводит вашим сознанием, плюс добавляют какие-то физические симптомы, то вполне имеет смысл обратиться к врачу, если доносить нелёгкую форму, то можно себе поработать и с психологом, и всё, как бы, потихонечку скорректировать. Вот. Повторюсь, навязчивость связана с тем, что вами, вами, себе были запрещены некоторые желания, некоторые потребности, некоторые тенденции, которые постоянно дают о себе знать. Но в виде немножко другой истории. Ну, вот, например, смотрите. А, допустим, у нас есть тенденция к контролю. Да. Во-первых, надо сказать сразу, что не у каждого человека такая тенденция есть. То есть, не каждый человек может всё контролировать. Потому что на это нужны ресурсы, вот, на это нужна энергия и объём ресурсов с энергией, ну, мягко говоря, не маленький, потому что контроль должен быть постоянным. Значит, у вас это есть. Даже если вы чувствуете себя истощённо из-за того, что продвигаете подобную модель поведения, всё равно у вас это есть. У вас есть к этому способность, контроль. Значит, вы можете использовать какую-то идею, как при вас есть. Вот. И вы можете идти к этой идее, идти к этой цели, которые вы поставили бы для себя. Вот. У вас такие возможности есть. Вам нужно переключить свой ресурс на что-то более продуктивное, да. С одной стороны, с другой стороны. То есть, вот как бы свою способность к контролю я могу использовать, там, для каких-то других целей. Например, это первое. Второе. Значит, основа для контроля, опять же, нужно понимать, да, что все-все люди могут всё это контролировать, и совсем без контроля, но в объекте объективно нельзя, да. Вот. Но здесь важна золотая середина, которая определяется самим человеком. То есть, не хочу я контролировать, не хочу я контролировать. Понимаю я то, для чего я контролирую. Не понимаю, окупается ли мой контроль. Не окупается. Как бы, да. Вот. Вот это всё нужно чётко достаточно себе представлять. И не всегда эти представления укладываются в какую-то привычную логическую цепочку. Честно, это просто на уровне чего-то. Вот это вот того не стоит. Вроде бы всё проконтролировал, вроде бы получил результат, а вот не устраивает. Как-то вот не удовлетворяет всё. Значит, это как бы единственная такая вот реально серьёзная обратная связь. Именно на неё нужна операция. Но, как это обычно вводится, помимо такой обратной связи, есть ещё интеллект, который пытается всё объяснить. И в данном случае, вот эти самые объяснения заглушают эту обратную связь, о которой я говорил. Соответственно, ваша задача переключить внимание с объяснений на ту обратную связь, которая исходит. И справа позволит себя ей вести. Да, у этого будут определённые последствия, у этого будут определённые результаты. Не всегда положительные. Особенно поначалу, если предположить, что человек не привык себе доверять, не привык полагаться на обратную связь. То поначалу, конечно, будет достаточно непривычно. Но потом вы достаточно быстро адаптируетесь и уже всё будет хорошо. Ну, я думаю, что не сложно. Прийти к выводу, что навязчивые мысли, в том числе, могут являться следственным запретом. Запрет, например, на порядок. Ну вот, примерно, как в вашем случае, да? В вашей семье или где-то был травмирующий опыт. Это негативный опыт, где, соответственно, было достаточно много беспорядков. Вот. И любой порядок к любому порядку относились достаточно, ну, негативно, скажем так. При этом, при этом, при том, что к этому, к этому негативно, при том, что к этому было негативное отношение, вот, ещё и какие-то вот дополнительные там были, ну, скажем так, характеристики, которые могли быть вашими, скажем так. То есть, вот, если, например, я, допустим, делаю что-то для того, чтобы поддерживать, допустим, порядок, ко мне там какое-то вот негативное отношение, например, появляется, да? Допустим, опять. Опять. То есть, всё это, именно, как бы, я просто предполагаю, то есть, это вот не именно факт, что это, ну, что это всё вообще справятся, вот. То есть, может быть, это, к вам никаким образом не относятся, вот, ну, может быть, и относятся. Необходимо это исследовать, чтобы иметь, ну, такое вот более полное, может быть, представление об этом. Вот, о том, ну, о том, о чём мы сейчас вам и говорим. Вот, а если этого не делать, если в этом направлении не стремиться, то я боюсь, что ничего и не изменится. Поэтому решать этот момент, конечно, вам и только вам, вот, ну, как мне кажется, в этом направлении очень важно действовать. Ну, вот. А, причём, обратите внимание, у вас контроль, как мне кажется, ээээ, стяготит. Ну, у вас контроль стяготит, как мне кажется. И, раз контроль возникает, то волей-неволей вы ищите способ, вы ищите средства для того, чтобы, эээ, значит, вы ищите способ. А чему избавиться? Чтобы избавиться, да, от контроля. Вы ищите вот этого способа. Но, не получается, к сожалению. Или, получается, но не всегда. Вот. Мягко говоря. Поэтому, эээ, работать, эээ, здесь, на мой взгляд, эээ, скромный, нужно именно, вот, эээ, с тем, что я примерно озвучил, да. Для того, того, чтобы, ээ, свою проблематику, разрешить. Ну, по крайней мере, так это, эээ, выглядит для меня. Да, вот, то, что, как раз, эээ, значит, эээ, ну, то, что, вами описывает. Вот. Эээ, такой вот ответ, в принципе, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я, эээ, надеюсь, что вы для себя обязательно, эээ, вы, вы, выводы, выводы, эээ, выводы какие-нибудь, эээ, сделайте, в том числе. Я надеюсь, что, эээ, выводы, ну, относительно, с того, относительно того, что вы будете делать дальше. Эээ, вот, эээ, мы вам, соответственно, эээ, поможем, эээ, если, ну, вы, ну, если вы в этом будете нуждаться. Вот. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать. Да. С точки зрения ээээ, значит, ээээ, значит, ээээ, фик-фик-тропе. Вот. Давайте, наверное, на этом закончим. Пока что я надеюсь, что вам это было полезно, желаю вам удачи, желаю вам всего доброго, я надеюсь, что ситуация будет разрешена темным, лучшим образом и вы сможете освободиться от того, что мешает вам быть собой.